Меня зовут Анна. Я проживаю в Украине, город Львов. Мне 25 лет. У меня есть ребенок, ему 7 лет. Я работаю куратором в агентстве «Львы Дедилимс». И также у меня есть двойной опыт в сфере суррогатной мамы. Я родилась в городе Волноваха, закончила школу среднюю и закончила училище среднее. Среднее специальное образование получила в 2013 году. После этого пыталась работать по своей сфере в сети «Простор» и так далее. Но мне не очень, можно сказать, зашло. И потом нашла онлайн-работу. Работаю на ней до сих пор. Но всё-таки была с уррогатной мамой. И вы сказали, что both of your programs you did for Chinese. Да, да. Мои родители, мои родители в двух программах были из Китая. Какое у тебя отношение было с ними? С первыми мы общались постоянно на протяжении всей программы. Мы познакомились еще с ними до программы и общались с ними. Общаемся до сих пор. Они мне присылают фотографии. До сих пор это очень приятно. А вторые со мной не общаются. Они не хотели общения изначально. Ну, я ничего не могу сделать. Наша работа между другом выполнена. Поэтому у меня никаких претензий нет к этому. Конечно, приятно, когда ты видишь, как твой суррогатный ребеночек растет. Но тут уже не от меня зависит. Но ты знаешь, что в ДВН-дреем с нашими родителями можно общаться. Да, да. И после. Что ты думаешь об этом? Я думаю, что это хорошее. Если суррогатная мамочка хорошая, и родители тоже находят общий язык, общаются. В любом случае суррогатной мамочке приятно, когда родители интересуются ее состоянием, когда они пишут, спрашивают, как дела. Когда они потом рождаются ребеночек, и они там не каждый день, а раз в месяц, полгода они присылают фотографию ребенка. Это очень приятно. Действительно. Мы так же любим это. Это как счастье. Да, да. А какой у вас самый приятный или улюбленный момент в программе? Самый, наверное, приятный и улюбленный момент. Их несколько, можно сказать. Первый — это когда первое УЗИ, и подтверждают сердечко, подтверждают, что оно там бьется, и все хорошо, все отлично у нас. А второй момент, когда ты уже рожаешь, и когда ты чувствуешь эту свободу, и когда ты видишь, что родители счастливы, когда они уже с ребенком своим находятся. Вот это вот два, наверное, самых любимых момента в программе. Для меня это всегда, когда бременность на тест приходит. У меня просто... Я не знаю, зачем, но это для меня, типа... Да, когда ты первый раз, там, на пятый, шестой день после посадки, вот эту вторую полосочку, ее не каждый может увидеть, но когда ты уже видишь, что она есть, у тебя просто внутри вот так вот все, да, все получилось, все круто. Все мои комментарии смеются на меня, потому что у меня, типа, глаза сложные, и я никогда не вижу это полки. Они сказали, что там, там, там. Да, да, на начало дней она просто очень бледная, и ее не каждый может увидеть, но суррогаты, у них очень хорошее зрение на вот эти вот полоски, особенно у девочек с опытом. Да, 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 я знаю, ЦИС, Лубов, ну все наши команды видят это. Я думаю, это уже смеяться, они сказали, Сузи, мы уже не будем послать и вам, мы знаем, что ты не будешь видеть. Как Дриверинг Римс отличается от вашего раньше программы по все, типа, из медицинских, из аналисис, я не знаю, все, о которых можно подумать. По медицинской части я просто была в таких клиниках, в которых, в принципе, с медицинской частью все было хорошо. Слава Богу, мне не угораздило попасть в клиники, в которых бы что-то было не так. Во-первых, была в Адонисе, вторая и Сида, это вот более-менее хорошие клиники. Отличалось то, что само агентство отличалось, потому что, как я работаю куратором, и если что-то случается у моих девочек, там, ночью, в час ночи, в два ночи, я срываюсь, я подрываюсь, я еду, я помогаю, чем могу, ну, как бы, без вопросов. Мы на каждый приём ходим вместе, я с девочками всегда вместе, мы с девочками даже можем зайти, там, попить чаю, там, поесть бутербродика, как бы, вот, мы общаемся с ними. Мои прошлые программы отличались тем, что не было вот этого, вот, у меня были кураторы, но эти кураторы были постоянно заняты, и на приёмы я ходила одна, приезжала я одна. Если у меня ночью начинались схватки, не настоящие, а ложные, то никто не ехал со мной в роддом. Я вызывала сама скорую, либо вызывала такси, ехала сама туда и ложилась, да, сама. Вот, поэтому вот этим отличается. Наверное, здесь девочки у нас чувствуют вот эту поддержку, и они чувствуют, что в трудный момент мы всегда придём на помощь и поможем, чем сможем, а там вот этой поддержки просто не было. И вы считаете, что это важно очень? Да, я считаю, что это важно, чтобы куратор был на связи с девочкой всегда, чтобы он мог ответить на её вопросы, чтобы он мог приехать в случае чего, я считаю, что это важно, да. Я думаю, что это очень важно и для родителей также, потому что они хотят быть, как спокойно спать, что знаете, что кто-нибудь посмотрит на свою родственную маму. Это будет хорошо. Да, я понимаю. Поэтому, да, вот, я считаю, что пока что это лучшее агентство, изнутри я знаю это всё, пока что это на самом деле лучшее агентство, из которых я знаю других агентств. И ты знаешь все? Ну, пару-трой знаю. Не знаю, если я спросила ещё раз будет, зачем ты стал суррогатной мамой? Почему? What was your reasoning for becoming a surrogate mother the first and second time? Да. Да. Первый раз я шла в программу суррогатной мамой, потому что у меня были большие финансовые трудности в моей жизни, которые, в принципе, я не знала, как решить. И я нашла, что такое суррогатное материнство, подсчитала на форумах. Конечно, было очень страшно, но потом мне очень понравилось. И в первую программу я шла из-за больших финансовых трудностей. А вторая программа была не столь в финансовых трудностях, а в том, что мне понравился вот этот весь процесс. Мне понравился, мне понравилось, когда родился ребёнок, я видела родителей, я к ним приходила, какие они были счастливы, они меня очень благодарили, потому что это был первый их ребёночек. И мне понравились вот эти эмоции, которые я прожила. И, можно сказать, во многом я пошла во вторую программу вот за эмоциями вот этими. Вот я захотела ещё раз подарить. Ну, финансы, понятное дело, что они никогда не бывают лишними, но мне вот захотелось ещё раз ощутить себя, можно сказать, я не знаю, как это объяснить. Вот эту благодарность – подарить жизнь новую. Угу. Ну, это такие подарки, безценные. Да, да. И я ещё раз типа спрошу, много, я думаю, самой вещи, которая беспокоит родителей сейчас, why parents are scared to start, is the war. They think that surrogates are in danger, and they worry about them. Суррогатные мамочки не находятся сейчас в опасности. Я вижу, что большинство сейчас суррогатных мамочек перевозят в город Львов. Вот во Львове всё стабильно, всё спокойно. Переживать за здоровье суррогатных мамочек родителям не стоит из-за здоровья их деток, потому что суррогатные мамочки живут в Украине уже долгое время, с начала самой войны, и уже все люди, не только суррогатные мамы, привыкли к этой ситуации. Вот, поэтому они не находятся в опасности. И они все знают, что если там было бы какое-нибудь, ну, сомневение по поводу на Древний Дримс или свои родители, что мы будем поставить Анну в другое место. Да, да, если бы была какая-то угроза, то суррогатных мамочек бы отправляли в какое-то безопасное место, да, я думаю. Вот, поэтому сейчас на данный момент никакой угрозы нету за эту ситуацию. Да. Какие характеристики? Да, личные, типа. Личные. Для хорошей суррогатной мамочки суррогатная мамочка должна быть, как-то сказать, умной. Вот. Она должна сходить за своим здоровьем. Ну, это как лично по мне. Она должна интересоваться, она должна следить за своим здоровьем, потому что бывают такие суррогатные мамочки, которые даже не знают, какой у них срок беременности. Ну, это уже вообще, да? Да. Вот. Суррогатная мама, если родители не хотят общаться, она не должна пытаться насильно с ними общаться или что-то так. Она выполняет свою работу. Она четко должна понимать, зачем она идет в программу, что ей предстоит делать. и она должна понимать, что это ее работа, за которую она получит вознаграждение по итогу. Она должна быть здоровая, образованная, желательно красивая. Ну, они не дают свои донорские яйцеклики. Ну, мои первые родители верили, что если суррогатная мама красивая, то и ребенок тоже родится красивый. О, Боже мой. Аня, скажите, пожалуйста, много суррогатной мамы, они не хочут, но они не хочут, покажут или лица все, а зачем ты думаешь, что это так? Потому что, насколько я знаю, многие суррогатные мамочки живут в городах в маленьких, в селах в маленьких. И, к сожалению, к большому сожалению, люди, особенно старшего возраста, они не понимают. То есть они считают, что это продажа детей и так далее. Поэтому суррогатные мамочки скрывают это, что они суррогатные мамочки для того, чтобы не было осуждения в свою сторону. Потому что если маленькие городки, это распространяется просто со скоростью света. Например, в моем родном городе, когда узнали, что я суррогатная мама, моя родственница, она ходила по рынку и рассказывала, что я продаю детей. Мне как бы все равно на эту ситуацию. Я считаю этих людей необразованными и не умными. Но многие суррогатные мамы, они за это переживают. Они переживают за вот это вот осуждение. Поэтому они скрывают, что они были в этих программах. Но я считаю, что здесь нет ничего стыдного, здесь нет ничего криминального. Мы не делаем ничего плохого. Мы, наоборот, делаем очень хорошее. Мы помогаем людям. Ничего здесь плохого нет. Но много людей это не понимает просто. Очень жаль. Да, очень жаль. Это не будет для вас сюрприз. Но это те же самые поводы, что родители не хотят. Они скрывают. Иногда скрывают из родителей, из своих родителей. Да, я понимаю. К сожалению. Спасибо вам по поводу ваших любимых моментов на беременности. Я просто не знаю, если мы получили это. Любимые моменты беременности? Ну, давайте скажем, что их три. Это когда после подсадки у тебя появляется еле видненькая полосочка на тесте. Это первый момент. Второй момент, которого очень ждут суррогатные мамы, это первое УЗИ. Когда на первом УЗИ подтверждают сердечко. О том, что блод живой, все отлично и все хорошо развивается. И третий момент, наверное, самый любимый. Каждой суррогатной мамочке, когда она уже отходила от беременности, доносила до нужного срока, родила и передала этого ребенка родителям. Вот это, наверное, три самых любимых момента в программе. Угу. Угу. И я знаю иногда... Ну, я думаю, самая одна вещь, которая очень важна для ДРИМ, что у нас есть очень хороший контракт со суррогатной мамой, что все понятно, все четко, все легально. До того, как они подписывают, ну, как те относятся к этому? Вы помогаете? Ну, они знают, что это такое, всю ответственность? Да, конечно. Ну, мы говорим с суррогатной мамочкой, чтобы они ознакомились с договором внимательно. Если что, если их не устраивают какие-то пункты, чтобы они сказали, мы либо объяснили, либо внесли корректировки какие-то в него. То есть мы всегда идем навстречу. Вот. Но договор, я считаю, у нас полностью прописанный, хороший, со всеми пунктами, как бы, который защищает и биологических родителей, и суррогатную мамочку. А что было бы, я рекомендую родителям, которые боятся начинать или как, я не знаю, стесняться или просто, ну, не знают, что делать? Я рекомендую, если они хотят и боятся, стесняются начинать, нужно брать и делать. Чем больше родители боятся и стесняются, тем больше идет времени, и они это вытягивают. Вот. И всем родителям, которые хотят начать программы, я хочу сказать, пожелать, чтобы у них в программе все получалось, все с первой попытки всегда. Вот. Чтобы им встретилась хорошая суррогатная мамочка, которая подарит им настоящее чудо бесценное. Да, я так же надеюсь. Да. Какой совет вы можете дать им в процесс программы? Совет? Какой совет? Если суррогатная мамочка хочет общаться, иногда пишите ей, спрашивайте, как у нее дела. И даже после программы, когда суррогатная мамочка рождается, рожает ребенка, либо через агентов, если у вас нет прямой связи с суррогатной мамочкой, либо напрямую, хотя бы иногда присылайте фотографии. Это очень приятно видеть, как растет этот ребеночек. Да. Это очень хорошо. Вы думаете, что ситуация с суррогатства в Украине изменилась из-за войны? Я думаю, что нет, не изменилась. Потому что, если взять ситуацию... Нет, конечно же, много родителей сейчас боятся начинать программы в Украине, так как из-за войны. И я вижу, что очень много появляется заграничных программ куда-то с переездом. Но, опять же, для суррогатных мам, которые живут здесь со своими детьми, со своими семьями, им не подходят эти варианты, чтобы куда-то переезжать. Может, для родителей это считается безопаснее вариантом, но психологически и моральное состояние суррогатных мам, оно, наверное, важное в программе, потому что это беременность, нужно сделать так, чтобы по минимуму как бы вот этот стресс вести на минимум. Вот. А как координатор, какой у вас, типа... Какой совет вы всегда даете нашей суррогатной маме? Суррогатной маме? Да. Какой, типа, самый, я не знаю, каждый раз, типа, обычный, что много раз вы даете или они спросят, я не знаю. Совет даю не хотеть родить раньше срока, потому что очень много суррогатных мам, когда уже 37 недель, ну все, можно рожать. Я говорю, нет, нельзя рожать, мы донашиваем до 38-39. Совет состоит в том, что мы идем в программу, мы знаем, ради чего мы идем, поэтому все нужно делать до конца, чтобы было спокойно и суррогатной мамочке, и ребеночку, который внутри нее. Суррогатным мамочкам стоит меньше переживать, больше отдыхать, больше гулять на свежем воздухе, кушать полезные продукты, проводить приятное время, потому что это все имеет вплыв... Как будет по-русски? Вплыв... Может по-украински. Да, это все имеет вплыв на ее стан перебеговой гидности. Иногда родители тоже боятся, что суррогатные мамы кушают. Они боятся, потому что за рубежом есть много кемии и нехорошие вещи, даже фрукты и овощи. Как они обычно кушают? Суррогатные мамочки, ну так, например, взять меня. Я при беременности кушала много раз, но маленькими порциями, потому что живот растет, и это все поднимается, у тебя появляется изжога невыносимая. Вот, и мы... Ну, суррогатные мамы, например, я старалась питаться здоровой пищей. Я исключала вредное газированное, я исключала из своего рациона меньше сладкого, чтобы дать своему организму, во-первых, полезные вещества, и ребенку, который растет внутри меня, дать полезные вещества. Также я принимала витамины для того, чтобы себя хорошо чувствовать. Суррогатные мамочки кушают хорошо, пусть родители не переживают. У суррогатных мам, наверное, у обычных людей столько нет разнообразия еды в холодильнике, как у суррогатных мам, потому что беременная девушка, она хочет кушать постоянно. И по поводу транспортации, мы, как иногда другое агентство, они сделают анализ или что, в местные клиники. А мы все сделаем в самой главной клинике или в Киеве, или в Львиве. Транспорт, если можно объяснять, если это удобно, безопасно? Транспортом ездить? Да, удобно и безопасно. Я еще ни разу не слышала. А, после трансфера? После подсадки? Нет, нет, вообще. Просто они могут поехать, где они живут, мы не сделаем анализ. Они пойдут или в Киев, или в Львив. Ну, транспортом ездить безопасно, потому что за столько времени войны, наверное, не было еще ни одной ситуации, чтобы в поезд, либо в автобус что-то попало. Так что, насчет безопасности переезда в другой город для сдачи анализов, если это нужно, то это безопасно. И для ребенка тоже удобно? Ну, я думаю, что если суррогатная мама будет ехать в город другой для сдачи анализов, она своего ребенка оставит либо с мамой, либо с мужем, чтобы не брать его с собой, потому что это все-таки дорога, и маленькому ребенку немножко будет тяжело. Анна, мы с Реверным Димом всегда поставим на транспорт, который будет для ее, как сказать, удобно, что не будет ее как тяжело. Ну, наши суррогатные мамочки ездят люкс-вагонами от нашей Укрзалезницы, то есть им покупают полностью купе для того, чтобы для нее было удобно, комфортно и безопасно. В поезде не трусит. Вот, людей посторонних с суррогатной мамочкой на такие расстояния нет. Так что за это я думаю, что не стоит переживать. Ну, это типа политический вопрос. Есть люди из другой религиозной или что-то, которые думают, что суррогатство это эксплуатация? А как вы ответите эксплуатации жених? А как вы ответили на это? Я бы сказала, что суррогатство это не эксплуатация, потому что девочек никто не заставляет идти в программы и насильно вынашивать детей. Это выбор каждой девочки, чтобы прийти, выносить ребенка биологическим родителям. Так что я считаю, что эксплуатация и суррогатное материнство это вот две разных стороны просто. Я знаю, что вы, как координатор, связятся очень много наши суррогатные мамы. Что-то можно сказать по поводу, ну, есть какой-нибудь, я не знаю, они отличаются или они одинаковы? Типа, есть такие вещи, которые... Нет, суррогатные мамочки отличаются. Да. Есть такие, которые идут легко на контакт, и вот они, можно сказать, меня, своего куратора, считают как подругу, они мне все рассказывают там, все и этот. А есть такие, которые закрыты больше, они там молчат и так далее. Ну, я никогда не лезу к человеку, когда он не хочет вот этого общаться. В принципе, мы выполняем работу между собой, да. Но все суррогатные мамочки у нас очень хорошие в том плане, что они выполняют все назначения доктором. Если что-то не так, сразу на телефон, сразу вот мы решаем их проблемы, да. Да. Расскажите что-то по поводу Деливери Дрипс, который они, может быть, не знают родители. Потому что они в Украине никогда, они просто никогда приедут родиться. Я считаю, что Деливери Дрипс сейчас это одно из лучших агентств в Украине, потому что здесь очень хорошее отношение к суррогатным мамочкам. Вот. Также здесь, я думаю, что юридически тоже все очень хорошо продумано и проделано. мне очень нравится это агентство. Так как я работаю здесь куратором и знаю это агентство изнутри, мне очень нравится это агентство. Вот. И, наверное, если бы я пошла еще раз в программу, пойду, я пойду в наше агентство, потому что я знаю, что здесь сто процентов будет все хорошо. Да. Да. Ну, это очень важно. Спасибо. Мы всегда, типа, самые, ну, как, извините, не самые важные, но мы всегда хотим, и это очень близко к сердцу, что суррогатные мамы наши были бы, ну, как моральные, физические, психологические, здоровые. Ну, извините, не только, я имею в виду больше на конец даже, что суррогам пошло очень хорошо, чтобы их, типа, жизнь, когда бременность и после бременность будет отлично. Мы хотим, типа, они дают такие, я не скажу, подарок, но такие ценные вещи родительные, что мы всегда хотим, типа, сохранять свое здоровье и, чтобы все будет лучше для им так же. Да, я понимаю, поэтому я и доверяю этому агентству, потому что я знаю их позицию по отношению к суррогатным мамочкам и по отношению к биородителям, поэтому мне вот очень импонирует это агентство. Да, у нас все, типа, познакомилась, наверное, я не знаю, если ты познакомилась, я знаю, типа, вы работаете с мамой доноров, наверное, не познакомилась с нашей, типа, стороны компании, которая работает с батюшкой как родительной. Я знакома с одной девушкой, но мы с ней виделись только так, у нотариуса, когда подписывали какие-то документы. Нет, я вот знакома с Любой, это очень моя хорошая знакомая, мы с ней уже знакомы очень давно. И когда она мне предложила работать, я говорю, конечно же, да, конечно же, да, мне это интересно, конечно же. Ну, спасибо ваше время, я думаю, у меня, да, как ты создала очень много вопросов, но спасибо ваше время, спасибо ваша отличная работа, я знаю, все девушки вам очень понравилось. Да, спасибо. Спасибо, я надеюсь, у вас будет хорошее время в Варшаве. Спасибо большое. Не за что, спасибо огромное и увидимся, я надеюсь, скоро в Украине. Да, хорошего вам дня, до свидания. До свидания, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok